Привет, мои дорогие! С вами Ева Голберг и мои трудовые будни. Угадайте, кто у меня в гостях? Сергей Филиппов. Прошу любить и жаловать. Кто это такой, спросите вы. Я вам сейчас расскажу. Это кто такой? Ты кого привела в кадр? Это Сергей Филиппов. Композитор, музыкант, исполнитель, автор музыки и текстов и начинающий педагог по вокалу. Это Сергей Пенкин. Сережа, проходи в студию. Привет, дорогие друзья. Мне безумно приятно, что ты меня пригласила в гости. Я мечтал оказаться наконец-то в этих волшебных новогодних влогах, буднях, потому что я каждый раз смотрел, думаю, господи, как же она там все совмещает, приклеивает какие-то вот здесь. Посмотрите, какие волшебные вазочки. Я подготовилась к этому приезду сегодня. Сегодня у нас морская темагика. Я решила такое немножко сделать и предложить тебе и вам, мои дорогие, вариант, как из натуральных материалов, таких как морские раковины, звезды морские, морские ежи в данной ситуации, как с помощью этих нехитрых материалов можно сделать удивительно красивые украшения на ёлку в морском стиле. Разнообразные ленты я взяла такие серебряные, немножко будто новогодние. Очень красиво. Как раз? Да, Новый год, собственно. Хотя у нас осталось буквально несколько дней до этого Нового года, но лучше поздно, чем никогда. И, конечно, у нас жемчуг, всякие вот такие симпатичные береги. Мне нужны тряпки вот эти вот, которые протирать. Это не тряпки, дружок. Это не тряпки, это кусочки федра. Что мы будем делать? Ну, помимо того, что мы будем с тобой делать украшения в виде звезд морских, да, это мы сейчас пока отложим, мы будем делать с тобой медузу. Я обожаю медузу. Куда ты знала, Ева? Ну, симпатичнее, скажи, да? Я периодически сам себя чувствую медузой. Ой, ужасно, серьезно. Да ладно, чё? Потрясающий ужас. А, чё таково? А вы чё, не чувствуете себя медузой, ребята? Ну, нормально. Нам нужно с тобой вырезать небольшие квадраты. Я тебе вырезаю квадраты, а ты будешь сейчас из них кружки делать. Потрясающе. У тебя прям всё меняется просто за минуту. Я тебе вырезала наподобие что-то квадратика. Это квадрат от Евы Голдберг. Пожалуйста, запомните. Потрясающе, Ева. Вырезай кружок. Мне очень нравится твоя геометрия. Это наше дно будет, да, у медузы? То есть у медузы есть что? Дно. Нет, у медузы есть щупальца. Нам нужно всё-таки медузи такие ноги, да, прицепить. Я тебя обожаю, медузи ноги, мне нравятся. Друзья, мы сейчас будем делать медузи ноги. Посмотри, медуза пошла, посмотри, какие у него медузи ноги, Ева. Нет, Серёж, ну серьёзно. Медузи сапоги, медузи тап, медузи сандали, медузи шлёпки. Всё, он меня вогнал в краску, такая тупая. Понадобится иголочка. Видите, Серёж, у меня она, кстати, не одна, представляешь, как тебе повезло. Потрясающе. Обычно моим гостям меньше везёт. Делаем двойную нитку, как говорила моя бабушка. Ты моя нитка, лезвивая. Как говорила моя бабушка, я твоя бабушка, да. Что я делаю, да, вы все видите, я нанизываю наши рисинки на нашу иголку. До сих пор вырезаю дно. Вот таких щупалец нам нужно будет сделать очень много. Причём не только из жемчуга, да, а из лент, которые я опять-таки же приготовила. Вот мы делаем серединку, мы нашли. И пошли делать наши щупальцу. Так, первое щупальце готово. Я вот её просто, ребят, пришила. У медузы будут помимо рисинок ещё вот такие вот ленты свисать. Я как золушка. Золушка. Видишь, краплю себе. Ой, золушка, это вообще интересная тема. У меня две племянницы, одной семнадцать, другой семь. Верят золушку. Всё их детство. Ну, естественно, все, мне кажется, девочки верят в золушку. Ну, хотя... Не знаю, я никогда не верила. Золушку, по-моему, очень странная женщина. Поэтому я просто знаю про золушку, этот мультик советский. Я наизу знаю. У меня мальчики. Действительно. Ты спроси меня про ниндзя черепашки, например. Ниндзя черепашки стави! А вот, значит, я Золушку знаю наизусть. Этот мультик там начинается, значит, так. Мы сказку начнём, как велел нам обычай. В одном королевстве жил добрый лесничий. Он жил одиноко в зелёной глуши. И в дочке своей он не чаял души. Для девочки милый и солнце светило. И дроз что-то там танцевал. И медведь танцевал. И роза цвела. Такие дела. И не знает, кто откуда. Ой, хорошо мы поём в разнобои. Всё мимо. Ну, всё хорошо. Ребята, на Евровидение нас, пожалуйста. Спасибо. Ой, как красиво. Я так и понял, собственно. Ой, всё, заманила маятник. И как будет держаться наша медуза. Видишь, я даже не приклеивала её, по большому счёту. Я просто туда её запихала. Мы капельку клея на одну сторону делаем, капельку клея на другую. Я делаю вот такой вот держатель. Вот всё гениальное. Просто сверху с жемчужинами и стразами. Здесь у нас тоже такие дорожки из камешков страз. И вот такая шикарная лента. Просто, ребят, как бы, ну. Новый клач. Зрители вообще поняли, как ты думаешь, что мы вообще с тобой делали? Мы взяли пустую раковину, правильно? Вот эту пустую раковину. Взяли фетр, вырезали кругляшок. Вот такой кругляшок. Пришили в середину на иголочку и на ниточку. Нанизили бусинки разных. Вот, разной длины, разный фактор, разные бусинки. И такие ленты. Всё это дело пришили. Вставили в большую такую дырочку медузы. Всё это дело. Потом сверху нарастили такие стразинки. Тоже они в таких как бобинах продаются. Очень красиво. Привет, Филипп Ведоросович, мы вас любим. И здесь, как бы, сверху, получается, приклеили тоже ленту. И держать. И держать. И получилось безумно красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Серёж, ну расскажи про свои творческие планы. Этот год, 2017, я работал с огромным количеством артистов. Мы записали очень много песен, которые я написал. Они сняли клипы на эти песни. И в новом году тоже будут выходить какие-то песни, которые уже были сделаны в этом году. И я, наконец-то, начну работу над своим третьим уже сольным альбомом. Потому что уже мои слушатели очень хотят услышать новые песни. Я тоже хочу, наконец-то, услышать их. Нет, я их уже написал. И нужно просто сейчас всё это дело оживить. Субтитры создавал DimaTorzok И реально снег идёт, смотри, как крещено. Мой самый главный человек. Сгляни скорее на этот снег! Сорвый цветок заросит здесь! Я приклею сюда Рафаэла. Ты извини, конечно. Да, друзья, твоя вот эта идея, это полная тупта. И ты что сидишь? Я не понимаю, что делать. Ну как ты не понимаешь? Фантазируешь. Я правда клеишь ду. Фантазируешь. Ты должен подумать, какое предназначение ты дашь этому материалу. Как ты загнул-то прям вообще! Такая вот морская черепашка. Эмми и Наташка. Вот неплохо у тебя получилось, ты знаешь. Его зовут Мерседес. Нет, это когда подмастерьем перещеголял мастера. Представляете вообще, что случилось? Ну ты хорошо придумал. Ну когда я не говорю, я перепишу, монтаж, звоню, а? А ну, что я делаю? Это же плагиат сплошной. Его не придумала, а чужое... Сделала так ужас с тобой. Ну ты же хорошо, тут две сестры. Ну не говори. Ирма и Полина. Окрепление забыл, ты вот, наверное, сделаем его отсюда. Да. Сзади. И очень хорошо придумал. И что ты там придумал? Давай-ка я посмотрю. Сначала я их склею, я подумал. И их склею. А потом просто приклею. Действительно, ребят, все гениально. Мы долго думали и придумали. Наконец придумали. Наносим капельку клея на основание нашей звезды. Приклеиваем. Один конец. В другой конец. Потом наносим капельку клея еще раз вовнутрь. И приклеиваем. И потрясающая новость. Ну ты пока клеил, я уже все заклеила. Ну еще не. Ой, ну все, прям сама все сочинила. Конечно. Все-таки как хорошо, когда гости креативят. Видишь, как хорошо ты креативишь, а я у тебя ворую и в день. Фу, как некрасиво. Посмотри, как я хорошо приклеила. Фу, как некрасиво ты приклеила, а что все отвалилось. Фу, ну о чем ты думала все эти годы? Все эти годы. Отрезай позорище свое. Лучшее, враг хорошего. Согласись. Возьми, вот это позорище, посмотри. Вот эту периферийную барышню, понимаешь? Она вышла и надела на все лучшее сразу, нацепила на себя. А вот, посмотри, московская штучка. Смотрите на мой Мерседес. Столичную штучку. Правда, классно же. Друзья, вы даже не представляете, какую воду мы пьем. Ты можешь выпивать. Ты можешь выпивать. В моей студии можно все. Ты можешь борща? В чем у нас с тобой какие-то голубички, клубнички? Борща. В декабре можешь борща? Борща. У нас вышли шикарные звезды. Ну посмотрите, какая прелесть. Очень красивая. И самое главное, что они лаконичные. Что здесь еще нет такого... Ничего лишнего. Я поражен просто, насколько мы вообще талантливы с тобой. Действительно. Нет, правда, я в восторге, потому что это очень красиво. И здорово, что можно самим сделать такие красивые лодочные игрушки. Если снежинка не растает, если снежинка не растает... Доботал так сказал. Наращивайте медузам ноги, медузи, и оставайтесь с Евой. Пользуюсь у своих гостей, как неких таких рабов. На самом деле, правда, я очень счастлив сегодня быть в гостях. Спасибо тебе большое, что это пригласило, потому что это очень клевый опыт. Мне безумно понравилось. Я уверен, что эта елка будет потрясающей красивой. Как красиво, я перестаю мешать. Дорогие друзья, в преддверии Нового года хочется пожелать вам массу всего хорошего и положительного. Но я пожелаю лишь одного. Больше креативных идей. Больше креативных идей. Еще больше креативных идей. Это Новый год, это самый лучший праздник. Это время чудес, это время волшебства. Хочется пожелать, чтобы вы просто верили в чудеса. Верили, что счастье уже с вами вместе. Скорее желаю вам только самого-самого позитивного, прекрасного, доброго. Пусть в новом году у вас все получится. Чтобы все самое хорошее приключилось в новом году. Мы вас целуем. Мы вас обнимаем. Филипп и Ева. Ты вспомнил про Филиппа? Просто Филипп. Филипп, да, да, да. Ты с нами? Ты тут, Филипп? Мне кажется, после этого эфира Филипп может действительно наглянуть и сказать, слышишь, подруга, закрывай-ка свою багаженью. Скажешь, я хочу в эфир. Да? Да. Дай бог, дай бог. Филипп Бедросович, если соберетесь, welcome. Знаешь, Филиппу Бедросовичу можно даже ко мне не приходить. Мне кажется, ему достаточно пригласить меня к себе и предложить мне сделать декор новогодний для его прекрасного филиппского дела. Новогодний для его прекрасного ашкингальдэй. Что вообще за резко? Дорогие друзья, время, конечно, в компании пролетело вам незаметно. У меня сегодня прекрасный собеседник. Сережа, спасибо, что пришел. Спасибо тебе большое. Спасибо, мой друг. Давай обниматься. Давай обнимемся с тобой. Ой, ты меня прям не поподцеловал. Я глухла. Наконец-то ты огласил. Ну а с вами была Ева Голдберг. И Сергей Филиппов. И наши трудовые будни. Больше креативных идей в новом году. Чао. Ше-канз, ше-канз, ше-канз with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Ше-канз with Santa Claus. I love you, I love you, I love you, and I'm gonna bring you some candy and flowers and everything. If berries are pleasing when they're out of season, shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'd walk a mile to bring you the berries and watch you smile. I love you, I love you, and I love you, I love you. You just ugh, I love you. I love me. You were's so sweet.